МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немаловажная роль в развитии аграрного комплекса области и создании новых рабочих мест отводится фермерству. В Будокошелевском районе сегодня функционирует 35 фермерских хозяйств. Владимир Романенко в эту сферу пришел в начале 90-х годов. Занялся выращиванием картофеля и овощей. Изначально, когда формировались в 93-м году, было у нас очень много фермеров. Обычно фермеры, которые подумали, что-то так легко на земле не работали, а все схватились за землю, взяли технику. Ну, буквально в течение 5 лет они все закрылись. Остались только у нас в районе там считанные фермеры, которые именно уже знали, что такое земля, что надо работать, что вот это. Ну, это надо работать. Это просто работа и работа и работа. Фермерством занимается и жена Владимира Романенко Татьяна. Сегодня общая площадь земли супругов составляет 100 гектаров. Помимо картофеля и овощей здесь также выращивают зерновые культуры. В хозяйстве работают постоянно принятых 4 человека. На период весенних, осенних полевых работ мы привлекаем людей из центров занятости. Это Гомельского и Будокошелевского. Они нам помогают. Также местное население иногда подходит. Помогают отпускники. Любовь к земле с самого детства супруги Романенко привели и сыну Андрею. Своё собственное фермерское хозяйство он создал 2 года назад и уже получает неплохие урожаи. Так, с 70 гектаров молодой фермер собирает порядка 300 центнеров картофеля и более 500 центнеров овощей, капусты, моркови, огурцов и томатов. Реализуется продукция в крупные торговые центры и через индивидуальных предпринимателей. Как отмечает Андрей Романенко, с фермерским хозяйством родителей он не конкурирует. Каждый в семье работает на общее дело и все друг друга поддерживают. В первую очередь для того, чтобы заниматься фермерским хозяйством, это очень трудоемкий процесс. Нужно в первую очередь желание, потому что всё свободное время на данный момент я уделяю земле. Для того, чтобы достичь какой-то результата, нужно особое старание, любовь к земле проявлять. Ну и какие-то особые, обладать какими-то особыми навыками. То есть в первую очередь фермер это не только агроном либо инженер, но это руководитель, который должен в себе совмещать все навыки руководства организации. На протяжении последних лет успешно занимаются фермерством и братья Немцевы. В их сельхозвладениях порядка 280 гектаров. Первым к труду на земле пришел старший брат Юрий. Сначала работал трактористом в местном колхозе, а после организовал свое фермерское хозяйство. Основные выращиваемые культуры – картофель, пшеница и кукуруза. Сегодня, рассказывает Юрий Немцев, даже несмотря на неблагоприятные погодные факторы, хозяйство ежегодно достигает стабильно высоких результатов. В прошлом году таки засушливый год, ну где-то мы около 35 центеров. Зерна и картофеля за 200 там получилась у нас урожайность. Ну я даже считаю на то годы неплохая урожайность. Ну в среднем около 40 центеров мы имеем зерна и так больше 200 картофеля. Ну это постоянно в средних цифрах, когда больше, когда меньше. Бывало и по 400 картофеля, и зерна по 60 центеров мы брали. По словам Александра Немцева, стать фермером он решил, последовав примеру старшего брата. К тому же, говорит, совместный труд сплачивает. Братья Немцевы вместе работают на полях во время посевной и уборочной. Вместе ремонтируют технику на мехдворе и подводят финансовые итоги. Когда посевная идет, мы сами на тракторах, на автомобилях, у каждого уже своя работа. Ну и, конечно, у нас же есть еще два человека, которые нам помогают. Вот, и так вот мы посевную. Ну а когда уже сезон по осени, там уборка картофеля, то мы побольше там уже берем, как говорится, нанимаем людей. И вот именно только на сезон. А так вот своими силами справляемся. Сегодня фермерство на территории Будокошелевского района развивается довольно активно. Местные власти идут навстречу населению и каждому желающему заняться фермерским делом предоставляется такая возможность. Люди приходят в районный исполнительный комитет, выражают свои предложения, чем они хотят заняться. И свою программу, за счет чего они будут развиваться. Потому что сегодня, чтобы развить фермерское хозяйство, надо первоначальный какой-то капитал. То есть какая-то техника, желание, по крайней мере. И чем хочет человек заняться. Сегодня по всей территории Будокошелевского района находится фермерское хозяйство. Это в первую очередь занятость людей. Согласитесь. Люди приходят, зарабатывают денежку. Потому что не каждый человек может сегодня отработать полностью. А так пришли на две недели и пенсионеры поработали, денежку заработали. Огромную роль в вопросе занятости населения играет и создание новых предприятий. Общество с ограниченной ответственностью «Ваховяк плюс» в Будокошелево образовано на месте бывшей птицефабрики. Вложить средства в белорусскую экономику решил польский бизнесмен, который посчитал наш регион выгодным местом для инвестиций. Предприятие, которое занимается переработкой мяса крупного рогатого скота и свиней, начало свою деятельность всего полтора года назад. Сейчас средняя выручка на одного работающего более 520 миллионов рублей. А средняя заработная плата 12 миллионов. Продукция предприятия «Ваховяк плюс» рассчитана в основном на экспорт. К зарубежным потребителям отправляются около 75% продукции. Главный торговый партнер – Российская Федерация. На предприятии создано около 90 рабочих мест. В основном это жители Будокошелевского района, для которых созданы все необходимые условия для труда. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже в нынешнем ходу планируется ввод в эксплуатацию цеха по производству колбасных изделий с созданием новых рабочих мест. В ближайшее время на территорию города появится еще одно предприятие с иностранным капиталом. На месте бывшего убойного цеха Будокошелевского райпо строится мясокомбинат. Работы начались в октябре прошлого года, а уже в июле текущего планируется ввод объекта в эксплуатацию. Российские инвестиции составили около 3 миллионов долларов. При полной загрузке на предприятие будет создано 150 рабочих мест. «Хорошая логистика. Здесь недалеко и дорога Минское направление, и Магиревское направление. То есть с учетом того, что компания имеет свои предприятия в России, то недалеко отсюда, в Смоленской области. Тут очень хорошая логистика, и Беларусь всегда славилась своим сельско-производственным комплексом и сельскохозяйственными своими вводами. И народ здесь хорошо работает, и есть возможности поставки сырья, и плюс у нас в планах еще строительство откормочного цеха своего для полного запкнутого цикла. Уверенность в завтрашнем день у нас есть». К числу молодых предприятий района относится и «Лоджик Бокс». Свою деятельность здесь начали в 2013 году на базе объекта неиспользуемого имущества. Предприятие изготавливает контейнеры и упаковки для мясокомбинатов, молочных и хлебозаводов. Также среди производимой продукции – полипропиленовые и полистирольные пленки. На «Лоджик Бокс» создано 67 рабочих мест. До конца 2016 года планируется введение новых производственных мощностей, что позволит трудоустроить еще 10-15 человек в планах расширения экспортной географии. «За прошлый год у нас получилась выручка от продукции, от реализации продукции. У нас порядка 50 миллиардов. Из них за прошлый год было 40% экспорта, но экспорт увеличился. И за первые три месяца, то есть за первый квартал этого года, у нас получилось, мы вышли на 57% экспорта». Создание предприятий, как следствие новых рабочих мест – один из главных факторов экономического развития Будокшилевского района. «У нас по первому кварталу создано 5 предприятий. Создали мы дополнительно 22 рабочих места. В целом, если брать погоду, то нам довели задание на создание 110 новых рабочих мест. И я думаю, что мы успешно справимся с этим заданием, потому что 110-150 рабочих мест мы уже получим буквально в июне месяце. Это мясокомбинат. Плюс с развитием других малых предприятий, это и Ваховяк, плюс это и Лоджикбокс. Мы получим тоже необходимое количество новых рабочих мест». 2015 год навсегда будет вписан золотыми буквами в историю Житковичского района. Благодаря слаженной работе жителей, этот регион стал победителем в своей номинации по итогам социально-экономического развития и занесен на областную доску почета. Огромный вклад в это достижение внес Туровский молочный комбинат. Молодое предприятие всего за три года своего существования добилось значительных результатов. Сегодня здесь выпускают такие виды сыров, как моцарелла, рикотта, маскарпоне, скаморца и другие. Все технологии производства соответствуют европейским стандартам. «На комбинате практически полная автоматизация, кроме отдельных узлов упаковки. Но так в целом все подается на транспортерных лентах с помощью дробопроводов, насосов. Ручной труд минимизирован максимально. Таких заводов, автоматизированных по производству моцареллы, сыров, пасты, пилаты, их не так много. И мы одни из них». Когда предприятие начинало свою деятельность, в сутки переработка молока составляла около 30 тонн. Спустя три года эта цифра увеличилась в семь раз. И, как отмечают, на Туровском молочном комбинате уже через два месяца здесь будут перерабатывать около 250 тонн. Такой рост объема производства обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, большим спросом на продукцию комбината на внешних рынках. К слову, предприятие экспортоориентированное, и около 85% выпускаемой продукции направляется к иностранному потребителю. В списке торговых партнеров Россия, Казахстан и Киргизия. В стадии разработки находятся контрактные соглашения с Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Огромный интерес к Туровской молочной продукции и на внутреннем рынке. Особое внимание на предприятии, контролю за качеством сырья. Сюда поступает молоко высшего сорта и сорта «Экстра». Постоянно вкладываются средства в модернизацию лаборатории. Кроме того, специалисты проверяют сырье и на фермах еще до поступления на Туровский молочный комбинат. Наши специалисты выезжают непосредственно сельхозпредприятия, работают на ферме вместе с ветврачами и зооинженерами. Поэтому прежде чем молоко зайдет на завод, мы качество знаем уже непосредственно на производстве. Поэтому вот такие результаты. То есть высококачественное молоко. У нас премиальные сыры, и мы не можем себе позволить брать плохое сырье. В апреле этого года на предприятии реализовали почти 800 тонн сыра. И спрос на продукцию продолжает расти. К слову, на счету предприятия сегодня уже немало наград, среди которых бренд года в Беларуси и лучшие отечественные товары на рынке Российской Федерации. 15-й год был для нас очень успешным, потому что в 15-м году мы выпустили очень много новых видов продукции. Мы расширили линейку сыров рикотта, рикотина с наполнителями, со вкусами. Мы выпустили новый замечательный крем из сливок, крем-чиз, который тоже вышел уже в линейку вкусов и ароматов. Сегодня штат предприятия насчитывает более 200 человек. Это как жители самого Турова, так и приезжие из других городов. Многие специалисты из Гомеля и Минска. На Туровском молочном комбинате обеспечены достойная заработная плата и комфортные условия труда. К тому же в этом году планируется освоение второй мощности завода, а в перспективе выход на 400 тонн переработки молока в сутки. Еще одно крупное предприятие Житковического района – открытое акционерное общество «Сатурн-1». Предприятие выпускает оборудование для горной промышленности, комплекты для железнодорожных составов, комплектующие для нефседобывающего оборудования, металлические формы для домостроительных комбинатов. Несмотря на то, что «Сатурн-1» находится далеко от крупных городов, компания имеет производственные связи с крупнейшими фирмами, как в Беларуси, так и в России. К примеру, тесное сотрудничество налажено с Тихвинским вагоностроительным заводом. За прошлый год туда поставили более 400 тысяч деталей различных наименований. Как отмечают на предприятии, для эффективной и успешной работы необходимо постоянно совершенствоваться, а также искать новые возможности для развития. На данный момент прорабатывается перспектива поставки сложных металлоконструкций для военно-промышленного комплекса Беларуси и России. Мы хотим в этом направлении поработать. У нас заказ с России поступил. Сейчас мы дали образцы, прорабатывают. Это на военно-промышленный комплекс России. Ну и белорусский рынок по военно-промышленному комплексу. Благоустроенная территория – это не только внешний вид района, но и комфортные условия для проживания его жителей. Этой теме также уделяется немалое внимание. Наведение порядка на земле в Житковичском районе – общая задача для местной власти и населения. За последние годы была разработана целая система для того, чтобы сделать работу по благоустройству более успешной. Каждая территория, в зависимости от инфраструктуры и наличия ресурсов, имеет свою специфику деятельности, но конечный результат у всех должен быть одинаковый – улучшение внешнего вида населенных пунктов. В Людиневичском сельском совете каждую неделю проводят «Чистый четверг». Все коллективы предприятий и организаций выходят на уборку своих территорий, а также закрепленных по населенному пункту. Общие усилия на общее дело. Совместные люди делают свою деревню еще более ухоженной и красивой. У нас придается огромное значение вопросам благоустройства. Население нашего сельсовета уже привыкло к тому, чтобы населенные пункты содержались в чистоте и парадке. Поэтому с наступлением весеннего периода, весь летний период, население постоянно уже своих подворий подкашивает сорную растительность и домовладение приводит в надлежащее санитарное состояние. Огромное значение в сельсовете уделяют и социальной сфере, а именно помощи детям, которые по различным причинам остались без родителей. У Нины Еременко вместе с мужем трое приемных детей. Пойти на такой шаг ее подтолкнул пример старшей сестры. Сестра взяла девочку, и мне муж говорит, Нина, давай возьмем себе. Ну и мы поехали в Мозыру детский дом и взяли себе мальчика Саша. И уже работаю 10 лет приемным родителям. Дети должны воспитываться в семье, в атмосфере любви и доброжелательности. С таким утверждением соглашаются местные власти. На территории Людиневичского сельского совета воспитывается около 50 приемных детей. На территории сельсовета у нас имеется сегодня два дома семейного типа, в которых воспитывается 15 детей, и имеется 17 приемных семей, в которых воспитывается 34 ребенка. Но это, будем говорить, один из первых сельских советов, население которого пошло на вот этот шаг с целью, ну, можно сказать, гуманности к тем детям, которые остались без попечения родителей. Успехи района определяются и наличием современных спортивных площадок. В начале февраля, после реконструкции, которая длилась несколько лет, был открыт плавательный бассейн. Теперь спортивный объект оснащен новым оборудованием. Ремонтные работы затронули чаши бассейна, вентиляцию, раздевалки, заменена сантехника и утеплены стены здания. Местные жители с нетерпением ждали открытия бассейна. Сегодня он пользуется огромным спросом и не обходится без посетителей практически в любое время дня. Бассейн находился на капитальном ремонте с модернизацией. Он попал в программу «Припетская полесье» и был на капитальном ремонте 4 года, с 2011 по 2015. Было затрачено 23,4 миллиарда рублей. Создание качественной образовательной инфраструктуры на территории района позволяет педагогам развивать детей в различных учебных и творческих направлениях. Так в средней школе номер 3 города Житковичи ученики не только успешно осваивают учебные предметы, особое внимание педагогов развитию творческих способностей и спортивному воспитанию школьников. Мы стараемся реализовывать девиз, который отражен на знамени нашей школы «Интеллект. Творчество. Здоровье». Развивать наших детей интеллектуально, творчески. Для этого у них работают различные объединения по интересам, клубы. Ну и, конечно, спорту мы тоже уделяем внимание. Есть у нас такие знаковые школьные мероприятия, как «Масленица». Мы развиваем чарлидинг в последнее время, и наши чарлидеры, знаменитые не только в Гомельской области, а занимали призовые места на республиканских соревнованиях. Лучшая оценка работы учителя – это успехи его учеников. К тому же, житковические педагоги уверены, что если будет прочен фундамент знаний сегодняшних учащихся, то и будущее поколение будет равняться на своих предшественников. К слову, ребята всегда стремятся проявить себя в различных школьных олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях. И многие имеют неплохие результаты, и, как каждый отмечает, благодаря своим учителям. Каждый учитель, то есть он должен… у него должен быть, собственно, подход к ребенку. И я считаю, что такие учителя у нас в школе есть. Все они отзывчивые, они нам помогают. Тогда, когда мы участвуем в разных конкурсах, учителя нам постоянно помогают. В средней школе номер 3 города Житковича стремятся создавать свои традиции. К примеру, уже несколько лет тут действует музей истории школы. Также внимание уделяют и духовно-нравственному воспитанию. С этой целью открыли факультатив по основам православной культуры. В специально оборудованном для занятий классе есть вся необходимая литература. Периодически на встречи с учащимися приходят и священнослужители. Почетными гостями школы были митрополит Минский-Изославский, патриарший экзарфсия Беларуси Павел, а также епископ Гомельский-Жлобинский Стефан. Все началось с того, что я записалась на крыльок православной культуры, и потом уже само собой как-то начало получаться. Начали заниматься исследовательскими работами, потом писать доклады. Это очень интересно, мне кажется, потому что совершенствуешь себя духовно, и как-то развиваешься не только в школе, когда ты учишь что-то, а именно внутри себя что-то познаешь. Активное участие в духовно-нравственном воспитании учащихся принимает настоятель местного храма. Наша цель самая наиважнейшая – воспитать человека и сделать из него действительно доброго и порядочного гражданина. Не только нашего государства, но и Церкви Божией. Для этого прилагаются различные усилия. И в наших планах, как приходской жизни, это создание, прежде всего, воскресной школы, библиотеки, молодежного центра, где люди будут познавать не только разносторонность, многообразие нашей жизни, но и историю, и культуру нашей Церкви, нашего народа. К культурному и духовному наследию в Житковичском районе относятся с особым трепетом. Каждый год, 11 мая, в Турове проходят торжества по случаю Дня памяти святителя Кирилла Туровского. В один из самых древних городов Беларуси приезжают священнослужители из Беларуси и соседних стран. Собираются тысячи паломников. Кирилл Туровский, один из выдающихся духовных деятелей своего времени, богослов и просветитель, родился в XII веке. Современники называли его патриархом восточнославянских литератур. Он был писателем народным и горячо любимым. Современники утверждают, что он писал для всех и для каждого. И до сих пор потомки обращаются к его творчеству как неисчерпаемому источнику мудрости. Ежегодно православные верующие собираются на гомельщине, чтобы почтить память святителя Кирилла, епископа Туровского. На месте, где находится фундамент Древнего Тройского кафедрального собора, одной из главных достопримечательностей современного Турова, проходит божественная литургия. А рядом у памятника святителю молебен. Несмотря на то, что с того 11 века уже прошло столько столетий, а мы все равно память его продолжаем не только вспоминать, а призывать его в молитвах, вот это свидетельствует о том, что живая наша церковь. Мы не просто его вспоминаем память. Он сегодня с нами был вот таким мистическим, таинственным образом на богослужении. В этом особое качество нашей церкви. Мы не вспоминаем те события, как исторические какие-то, и не кладем потом после праздника на полки память об этих святых. А мы сегодня с ними вместе. Вот в этом проявляется особая наша мистическая церковь Христова. Туров привлекает своей историей, своим наследием и своей современностью. Здесь всегда стремились сохранить самобытность. В то же время это современный город с развитой инфраструктурой. Туров – это есть город, хоть он самый небольшой, но он туристический объект. И это привлекает сюда паломников со всей республики. И люди сюда приезжают, они видят, что здесь происходит, посещают исторические места. Ну и многие передают это своим знакомым, своим друзьям, потом приезжают еще сюда большими компаниями. Поэтому этот праздник очень важен для развития Турова в целом. Ежеконды 11 мая в Туров приезжают паломники не только со всей Беларуси, но и из соседних стран. В День памяти Кирилла Туровского здесь царит особая атмосфера душевности и умиротворения. Туровщина родина, живу уже много лет в Могилеве, все равно душа рвется на родину. Здесь всегда приятно, очень добрые люди, гостеприимные. И это радушие чувствуется. Валентина Ройко из Тюменской области в Турове впервые. День памяти Кирилла Туровского совпадает с ее днем рождения. Говорит, возможность поклониться святителю и увидеть знаковые исторические места для нее – лучший подарок. Сам Туров, слово даже Туров, он же старинный-старинный город. Здесь же столько церквей было, столько было святых. Я поклоняюсь всегда перед Туровым. Здесь очень природа красивая, здесь люди хорошие. Традиционно состоялся и праздник духовной и народной музыки «Пасхальный фестиваль» в Турове. Более двух часов со сцены звучали композиции в исполнении Национального академического оркестра Республики Беларусь имени Женовича, Камерного хора Гомельской областной филармонии, вокальной группы «Чистый голос» и других творческих коллективов. Женовичский район сегодня успешно развивается во всех сферах. А глядя, с каким теплом и гордостью местные жители хранят свое историческое и культурное наследие, можно с уверенностью сказать – у этого региона большое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова